Ассаляму алейкум, и сянь миссис, здравствуйте. Начинаем очередную передачу из цикла «Уроки истории». Если на других передачах мы беседовали с Индусом Тагировым, Рафаэлем Хакимовым и другими известными историками, сегодня мы пригласили в студию относительно молодого, но также яркого историка Салихова Радика Римовича. Он доктор исторических наук, заместитель директора Института истории, член-корреспондент Академии наук Татарстана. Самый молодой даже, наверное, так, Радик Римович. Расскажите, пожалуйста, как Вы стали историком, относительно молодым член-корром Академии наук, почти академиком? Спасибо. Нам посчастливилось нашему поколению прийти в науку в 90-е годы, когда, как Вы помните, шел такой очень резкий рост национального самосознания, когда происходили глобальные процессы перехода от советского периода к новой действительности, современной, и когда перед историками, в общем-то, открылись новые горизонты, появились новые источники, и самое главное, появилась возможность уже более полно, более объективно писать историю своего народа, свободную от идеологического диктата. И у нас вот, у многих коллег молодых, которые тогда пришли в Академию наук в Казанский государственный университет, было искреннее желание восполнить те пробелы, белые пятна, которые существовали в истории татарского народа на тот момент. И мы занимались буквально всеми направлениями, начинали от истории памятников в мечети, церквей, домов, мы изучали слободы города Казани, в том числе старо-татарскую слободу города Казани, мы изучали наследие Татарстана, мы изучали выдающихся представителей духовенства, предпринимательства, то есть тех людей, которые в свое время не заслуженно были забыты, репрессированы, или память о которых была просто искажена или сфальсифицирована. Вот такая задача у нас стояла, и это было счастливое время. Действительно, мы шли как первопроходцы, и вот в этот период именно сформировалась современная татарская историческая школа, которая с успехом работает и в настоящее время. Ваш институт называется именем Марджани. История складывалась именно по концепции Марджани, что каждый народ пишет свою историю, должен писать свою историю. Вот была история конца 20-го, 19-го века, 20-й век, а вот нынешняя наработка ваша, главное открытие последних 23-х лет, в чем заключается? Ну, мы считаем, что главной задачей современной исторической науки является не столько достижение каких-то конкретных результатов фундаментальной или практической сфере, это долг нас как профессионалов, но самое главное, чтобы история помогла нашему народу в сохранении собственного самосознания, своих традиций, своего наследия. Ведь когда Шагабуддин Марджани начал писать национальную историю татар в конце 19-го века, он ведь тоже главной своей задачей видел то, чтобы татары помнили свое прошлое, чтобы они осознавали, что это народ, который внес огромный вклад в развитие мировой цивилизации, и он, каждый татарин, вправе гордиться своей национальностью, своей культурой, своим прошлым. И, в принципе, вот такая тенденция, она была и подхвачена, эта традиция, и сейчас, в настоящее время, мы в Институте истории работаем по самому широкому спектру научных направлений. Это начиная от археологических исследований, изучением средневековой истории татарского народа, изучением этнографии, быта, значит, социологических исследований, вплоть до процессов сегодняшнего дня. Это и становление Республики Татарстан, и вот наше такое уникальное взаимодействие народов в Республике Татарстан, самых разных, и русского, и татарского, это этноконфессиональное взаимодействие, то есть, содружество религий. Это вот уникальная модель Татарстана, которая была сформулирована в 90-е годы, и которая себя оправдала, все это является предметом наших исследований. Конечно же, особое внимание мы по-прежнему уделяем тем проблемам, которые в свое время были незаслуженно забыты. Например, у нас в Институте истории в последние годы сформировался Центр Золотордынских исследований. Это единственный, не только в России, центр, занимающийся проблемами истории культуры Золотой Орды, это единственный центр в мире. И не случайно мировое научное сообщество, интересующееся этой проблемой, а рост интереса в мире к истории Золотой Орды очень заметен и очень высок, они уже сгруппировались вокруг нашего института. Мы проводим регулярные золотордынские форумы в сотрудничестве, например, с Кембриджем, с другими, венгерскими, болгарскими, турецкими, можно долго перечислять научными центрами. И вот одним из достижений института мы считаем учреждение и издание специализированного научного журнала, тем не менее рассчитанного на самую широкую читающую аудиторию. Первый вообще в России журнал – это Золотордынское обозрение. Да вы с собой принесли очередной номер журнала. А в мире есть такое издание «Альманах журнал по Золотой Орде»? В мире такого издания нет по Золотой Орде. Это первое издание вообще, и оно встречено с очень большим интересом. Редколлегия очень солидная, она представлена ведущими российскими учеными, учеными Татарстана и, конечно же, представителями зарубежья. Всеми, кто интересуется и глубоко изучает историю Золотой Орды. Золотая Орда – это же мощный проект. Это империя, в которую входила практически современная Россия. Вы действительно освещаете историю регионов, но бывших наших ханств, международные какие-то события, например, Астраханское, Крымское ханство. Есть там в вашем журнале публикации, связанные с государственностью татар разных эпох. Ну, безусловно, необходимо отметить, что тюркские народы, тюркские народы России, ближнего и дальнего зарубежья во многом живут в тех координатах, которые заложила вот эта великая наша империя Золотая Орда. Это этническое единство, национальное единство, то есть единство культуры, единство веры, единство традиций. И, безусловно, когда мы говорим о поволжских татарах, мы не можем не говорить о крымских татарах, или о башкирах, или о сибирских татарах, или об астраханских татарах. Это все единое целое, это исторически единое целое, и сейчас это живой организм, скрепленный, может быть, невидимыми какими-то нитями, ментальными нитями, скрепами духовными. И даже когда мы углубляемся в изучение древних источников, они во многом находят перекличку из днем сегодняшним. Вот сейчас, например, у нас такая актуальная проблема, большой интерес к такому вопросу о кровном родстве поволжских татар и крымских татар, предположим. Есть ученые, которые заявляют, что это совершенно два разных народа. На самом деле это не выдерживает никакой критики, потому что мы сформировались в рамках единого средневекового государства, Золотой Орды. Между нами не было никогда территориальных или административных рамок в этот период. Мы общались и бывали в Крыму, и крымские ханы и народы постоянно откачевывали в Поволжье и Приурале. И мы можем сказать, что крымские татары нам совершенно близкий народ. Мы один народ, как генетически, так и... Ну вот один-то один, но потом, когда, после взятия Казанского ханства и после отхода Крымского ханства под протекторат Турции, влияние других этносов, других народов и лингвистики усилилось. Я, например, нигде еще не прочитал, хотя есть, я знаю, что у вас Грина есть, но внимательно хотелось бы узнать и выслушать, и сказать, как Крым ушел под влияние Турции, Османской империи. Ну вот, например, в нашем журнале «Золото-рдынское обозрение», второй номер, во втором номере есть статья известного по происхождению крымско-татарского историка, это классик тюркской исторической науки Халиль Инальджик. Он посвятил этому вопросу специальную статью, которая... Он где живет, работает? Он живет в Турции, но он признан в мире как крымско-татарский историк. И через год ему... В каком университете или научном центре? Он в одном из ведущих университетов Турции работает, это университет Билькент в Анкаре. А Билькент это уважаемый? Да, очень уважаемый университет, но ведь, понимаете, Халиль Инальджик, он не только об этом вопросе писал, он в целом писал о крымском ханстве, он писал очень много о «Золотой орде». Он никогда не рассматривал вот этот общетюркский мир раздельно, по отдельным квартирам. Да, было влияние турецкое, было влияние российское и прочее, но он подходил к этому и подходит, он потому что, слава богу, живой-здоровый, но через год ему сто лет исполняется, кстати, Халиль Инальджик. И что написал Халиль Бей конкретно об этой проблеме? Крым оказался заложником вообще вот такой геополитической борьбы Великой Османской империи, которая упрочивала свое влияние в Европе. И, безусловно, вот этот народ, этот осколок «Золотой орды», он был близок и в языковом плане, и в религии. И, естественно, он оказался поднименуемым протекторатом Османской империи, который рассматривал эту территорию как и плацдарм своего влияния и в Европе, и укрепление своих позиций в этом регионе. Нельзя говорить о том, что наши связи прервались в какой-то период. Либо в период протектората турецкого, или в период, когда российское государство пришло в Крым. Всегда связи между крымскими и павловскими татарами, они были. Они были. Это оставалось и в памяти, потому что, как вы правильно отметили, основатель Казанского ханства, он ведь правил в Крыму, он был и правителем Крыма. То есть это был один мир, одно государство, одна держава. Но в последующие столетия связи они не прекращались, и мы знаем, какое внимание татары в 18-19 веке, в начале 20 века имели в Крыму, и крымские татары на павловских татарах. Но уже, наверное, все знают то значение Исмаила Бея-Гаспринского на судьбы татарского народа в целом, на судьбы тюркского мира России во второй половине 19-го, в начале 20-го века. И наши педагоги-новаторы, которые начинали реформу татарского национального образования, они ведь курс обучения проходили именно в Крыму. Они уезжали в Крым к Исмаилу Бея-Гаспринскому, постигали там основы нового метода обучения, в том числе это Хадим Аксуди, Фатых Карими, Садрим Аксуди и многие-многие другие. То есть для павловских татар Крым был своеобразной школой нового. И они эти знания несли сюда. Конечно, нельзя сказать, что у нас тут не было своей реформаторной, они просто немножко работали по своей, по другой методике. Равноценной, равнозначной фигурой Исмаила Бея-Гаспринского в сфере образования у нас можно назвать Галимджана Баруди, который с большим уважением относился к своему коллеге. Есть ряд статей, в котором он прямо говорит об определяющей роли Исмаила Гаспринского на судьбы всего тюркского мира России. Я воспользуюсь вот этим моментом. На улице Нариманово, 62, недавно восстановлен дом, принадлежавший Ибрагиму Идрисову, где Галимджан Баруди и Идрисов в 8-м году прошлого века стали издавать Коран. И в течение нескольких лет издали более полутора миллионов религиозных книг, исламских книг. Галимджан Баруди свои деньги вложил Идрисов. И татарский предприниматель из Белебея Рауф Хасанов за свои деньги выкупил, руины эти восстановил. И теперь это называется типография Милляд, Милляд Юрта, где собираются любители своей нации. Халяль, там какие-то вечера происходят. Поэтому в музеях Казани узнать, как было, какие дома, какие типографии, какие интересные события происходили, всегда можно узнать. Действительно, оказывается, не надо лениться, заглядывать в историю и находить следы наших предков, просветителей. Да, вы совершенно правы. И вот тот дом, о котором вы говорите, он принадлежал издательству Милляд. И, как вы справедливо сказали, там пайщиками были Идрисов и Галимджан Баруди. Я хочу сказать, что это было одно из крупнейших в России издательств, которое специально выпускало учебники для новых методных Медреце. Миллионными тиражами. Эти учебники пользовались большой популярностью. Они уходили не только в Россию, они уходили в Среднюю Азию и дальше. То есть, это издательство сыграло огромную роль. И очень показательно вот эта преемственность. То есть, предприниматели начала 20 века, вкладывавшие свои средства в просвещение своего народа, и сегодняшний предприниматель, который восстановил память о них, восстановил этот объект культурного наследия в центре Старо-Татарской Слободы города Казани. Это, по-моему, прекрасный образец того, что наша традиция живет. А что касается интереса к своей истории, ведь вот если мы перейдем реку Булак и пройдемся по старинным улочкам, по этим красивым улочкам Старо-Татарской Слободы, посмотреть на эти прекрасные дома, можно ведь задуматься, что каждый дом – это отражение нашей национальной истории. Каждый дом связан с выдающейся фигурой. Фигурой либо в бизнесе, либо в культуре, либо это какой-то выдающийся представитель духовенства мусульманского. И можно даже просто, посмотрев на какой-то дом, заинтересоваться его историей и выйти в результате на широкую картину истории своего народа. Потому что история всегда рядом с нами, она живет с нами. Уважаемые зрители, мы ведем передачу из цикла «Уроки истории», в которой принимает участие заместитель директора Института Истории Академии Наук, член-корреспондент Академии Наук Татарстана Радик Салихов. Радик, вот хотелось давно спросить, уже вернуться к более новым временам, 20-й век, 19-й век. Мы все время думаем о Средневековье, ну действительно, не сто реже. Даже до Атилы доходим, Вольфская Булгария. Ну вот, создалось впечатление, что татары – это люди, которые скачут на конях. Особенно в Европе зайдешь в какой-нибудь там кафе, тебе дадут азу по-татарски. Это степь, это скотоводство, это какие-то там войны тех времен. Ну а на самом деле современные татары, сформировавшиеся уже как современная буржуазная нация, они какие? Казанские татары и вообще татары, какие они? Мы должны нашей молодежи и другим народам все-таки показать, доказать на конкретных фактах. Вот, к сожалению или может быть нет, история татар на протяжении последних 300-400 лет, она складывается очень противоречиво и драматично. Вы знаете, был период потери нашим народом в своей государственности, был период, когда само существование народа было поставлено под большой вопрос. Но, тем не менее, по прошествии нескольких столетий наш народ не только окреп, но он и встал на путь прогресса. При этом, я хотел бы обратить внимание на период конца 18-го, начала 20-го века, к периоду правления Екатерины II, императрицы, которая совершила исторический шаг, признав ислам в качестве терпимой религии. И императрицы, которая всеми силами помогала мусульманам, татарскому народу в становлении общественных, государственных институтов, которые бы способствовали его сохранению. В то же время, надо всегда понимать, что татары, не имевшие своей государственности, естественно, не получали ни копейки из государственного бюджета на свое развитие. А что театр, школа, издательство? За чей счет это было? Это все было за счет татарского национального предпринимательства. Это за счет татарского бизнеса, который представляет собой уникальное явление. По сути, татары никогда не были крепостными крестьянами, в абсолютном большинстве не были крепостными крестьянами. Поэтому у них, учитывая традиции Золотой Орды, Казанского ханства, где торговля всегда была развита, ввиду малоземелья татарских деревень, ввиду плохого качества земель, на которых они располагались, эти татарские деревни, очень много татарских крестьян ушли в ремесленничество и торговлю и достигли в этом выдающихся результатов. И вот реформа Екатерины II, они помогли окрепнуть этому торговому сословию, она объявила о возможности татарам записываться в гильдейское купечество официально, то есть получали какие-то льготы, общественный статус. Но была же, извиняюсь, дискриминация, действительно, после взятия Казанского ханства, даже жить в Казани где-то не разрешали, выселяли деревни, заселяли другим народом. Ну, получается, что, как бы, ну, проигравший свое, потерявший свое государственное народ, как же он, ну, опять так, встал, стал, сформировал свой средний класс или буржуазию и стал подниматься, как даже аристократию свою формировать. Мне это непонятно. Видимо, мы эпоху колониальной империи, российской империи слабовато знаем. Школе, например, у нас не учили, что было после шестнадцати века. Тот период, о котором вы говорите, он вообще слабо представлен в документах. Очень мало документов сохранилось. Но мы можем отметить одно. Нельзя говорить однозначно вот о тотальном уничтожении татар после взятия Казани. Мы видим, что практически после взятия Казани оформилась старо-татарская слобода или татарская слобода, где представители татарской аристократии, просто служилые люди, стали жить постоянно. Правда, это было за озером Кабан, вдалеке от центра, но тем не менее им позволили жить. Мы видим, что в первые десятилетия после взятия Казани существовали крупные татарские населенные пункты за Казани. Конечно, они были вдалеке от рек. Этот момент был, когда отселяли эти татарские деревни. Но это, тем не менее, не помешало заниматься земледелием. Были даны условия для этого скотоводством. То есть, первоначальный капитал у представителей татарской знати, он был. Затем, вот эта вот приписка корабельной повинности, когда Петр I причислил сотни тысяч татар на строительство российского флота, оно имело как негативные, так и положительные последствия. Потому что, конечно, большая часть татарских крестьян страдала от этой повинности. Но были и те, кто сумел, благодаря сметке своей природной талантом, именно на корабельных подрядах заработать свой первый капитал. И во многом он помог в период реформ Екатерины II превратиться в крупных торговцев. Радик, адмиралтейская слобода в Казани сейчас возрождается. Что это за была слобода? И действительно, я так понимаю, что Казань была крупнейшим каким-то портовым или судостроительным городом. Вы совершенно правы, это еще со времен Казанского ханства, это известно и в народных преданиях, и по другим материалам. Здесь существовала слобода строителей, плотников, которые как раз, тут и лес был, строили корабли как для Казанского ханства. И потом вот эта преемственность, она сохранилась. Было очень удобное место. Это устье Казанки и реки Волги. И тут и народ мастеровой жил. И когда Петр I замыслил именно здесь сделать основную базу для строительства российского флота, он учитывал еще наличие очень хорошего леса в Казанской губернии, прекрасного корабельного леса. И здесь, учитывая географическое положение, именно на территории современной адмиралтейской слободы возникли вот эти гигантские верфи, которые, по сути, построили Каспийский флот России, которые очень много кораблей дали и для Балтийского флота. Можно сказать, что слава российского флота, она ковалась в Казани. Буржуазия. Татарская буржуазия. Вы сказали, что и Казань, и портовый город, и судоустройство, и как бы имперский какой-то город. Странно вообще-то выглядит. Слабо мы это представляем. Но мы больше в советское время привыкли, что все-таки Казань пролетарский город. Что татарский пролетариат вместе с большевиками свергли они самодержавие и дальше начали строить социализм. Построили, воевали. 26 фронтовых газет на татарском газете издавали. Вот татары как-то они, как бы реформируясь, меняясь, но шли и дошли до современной жизни. Вот сегодня какие уроки можно извлечь от практики татарских капиталистов, бизнесменов сегодня. Вот сегодня ведь мы уже, ну бизнес не бывает особо национальный, правильно? Да, деньги как бы не пахнут. Но одновременно есть сферы, отрасли, предприниматели татарские. Что поучительное для современников из той практики? Благодворительство или инженерная работа, обучение или... Социальная активность, в первую очередь предпринимательство, традиция социальной активности. Вы посмотрите, например, татарские предприниматели сформировали особую фракцию в Казанской городской думе. До 30% доходила эта фракция от числа, законодательно было ограничено. Они очень жестко отстаивали интересы в городском собрании именно татарского населения, проживавшего в татарской слободе. Выбивали деньги на благоустройство улиц, на озеленение, на закрытие пивных лавок, на открытие библиотек, снабжение их литературой, художеством, в том числе и русской литературой. Создание специальных благотворительных организаций, которые бы помогали неимущим, больным, престарелым. Ведь только на средства татарского капитала в Казани была построена богодельная или по-современному дом престарелых. Детский приют, два детских приюта, несколько русско-татарских школ, специальное мусульманское родовспомогательное отделение, амбулатория, где работали лучшие врачи, фактически бесплатно. И там посещали эти медицинские учреждения не только мусульмане, но и русские, у которых не хватало денег. Это все содержалось за счет татарского предпринимательства. Можно перечислять массу вот этих акций благотворительных. Они понимали, что если народ живет вокруг нормально, если территория благоустроена, то их бизнес тоже будет развиваться, будет и покупательная способность. И потом, конечно, менталитет духовный был очень таким высоким. Не секрет, что мы часто прибедняемся, особенно в политике. Мы говорим, что в Государственной или Думе Совете или Федерации наш голос трудно пробить. А ведь та же буржуазия не без ее влияния, наверное, сформировалась мусульманская фракция в Государственной Думе России. И выдающиеся личности татарской интеллигенции выступали в Государственной Думе. Я знаю, что даже в Лондоне Садрим Аксуде выступал от российских парламентариев на французском языке. Совершенно верно. Это была доброта царя или работа татар? Это, безусловно, была работа. Это была общность. Это было единство взглядов. Там были разные люди, разный темперамент, разная идеология. Но когда речь заходила о национальных интересах, они все сплачивались и выступали на единой платформе. Это и касается и Государственной Думы, и городских собраний, где вообще был очень большой интерес татарского населения в тот период для участия в выборных органах власти. Радик Крымич, очень поучительно. Вот хотелось бы даже вместе с нынешними депутатами даже поговорить об этом. Думаю, что придется вам еще раз прийти на наш цикл «Уроки истории». Продолжите этот разговор. Не знаю, какое время, особенно с учетом вопросов. Ну а пока наша передача завершается. В передаче из цикла «Уроки истории» принимал участие доктор исторических наук, член Кор Академии наук Татарстана, замдиректора истории этой академии Радик Салихов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова